Добрый день, уважаемые друзья и коллеги! Меня зовут Шампранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек и сегодняшняя наша тема посвящена микроциркуляции. Одно из ключевых направлений антиэйдж косметологии это улучшение микроциркуляции. Возможно, вы встречали в описании очередного косметического средства улучшает микроциркуляцию. Что же это такое и чем нам это поможет быть красивыми? Термином микроциркуляция подразумевает не только движение крови и лимфы по микрососудам, капиллярам, но и обменные процессы во всех тканях кожи. Капилляры являются той частью сосудистой системы, где через стенки сосудов происходит транспорт питательных веществ и кислорода из крови в ткани, но и также из тканей в лимфу продуктов обмена. Возрастные изменения, так же как и длительное воздействие стрессовых факторов, несут негативные последствия на систему микроциркуляции. Обмен между кровью и тканями замедляется. Как следствие ухудшаются барьерные функции кожи, влагообмен, появляется отечность и гравитационный тоз ткани лица. Это происходит, потому что с возрастом идет уменьшение сосудистой сети в связи с сокращением количества и размера кровеносных сосудов. И все эти процессы взаимосвязаны. Поэтому меры по улучшению микроциркуляции кожи позволят замедлить процессы старения, снизить уровень стресса, а также улучшить процессы восстановления кожи. Как же поддержать работу капилляров на должном уровне? Конечно, прежде всего это физические упражнения. Также долгий, достаточный сон 7-8 часов. Спазмы сосудов и капилляров, вызванные хроническим воспалением, решаются своевременным лечением с помощью врачей и правильным питанием. На сегодняшний день у врачей и косметологов есть тоже большое количество способов улучшить состояние капилляров. Это различные косметические средства, процедуры, массажные техники смогут улучшить состояние кожи и капилляров. Бесспорно, микротоковая терапия и лазерофорез лидируют в списке таких процедур. На эту тему у нас есть много подробных видео, а также вы можете присоединиться к семинарам нашего врача-физиотерапевта. Большинство массажей включают в себя лимфодренажные и сосудоукрепляющие техники. Банальный массаж шейно-вородниковой зоны или классический лимфодренажный массаж значительно улучшит кровообращение и снизит нагрузку на капилляры. И, конечно, в качестве профилактики стоит использовать косметические средства, улучшающие микроциркуляцию. Как правило, такие средства содержат капилляропротекторы или называют венотоники в виде экстрактов растений, биофлавоноидов, антиоксидантов, которые значительно улучшают тонус сосудов. В коллекции Гильтек тоже есть специализированные средства, в составе которых есть растительные экстракты и биофлавоноиды, которые значительно улучшают микроциркуляцию в коже. Хочу обратить ваше внимание на средства с пометкой NEO, все средства в которых содержат уникальный нанотехнологичный фосфолипидный комплекс с дегидрокверцитином. За счет его высокого содержания они оказывают выраженное стимулирующее антиоксидантное противовоспалительное действие. Или специальное средство – гель антикуперозный. Благодаря уникальному сочетанию активных ингредиентов гель эффективно воздействует на сосуды, может использоваться профилактически, а также для людей, имеющих уже существующие проблемы. Улучшает тонус сосудов, уменьшает покраснение и проявление купероза. Нюансом применения всех сосудоукрепляющих средств является время. То есть применять их нужно курсом достаточно долго, например, около двух месяцев. И в комплексе со средствами, которые снижают стрессовые факторы. Например, защитные кремы или кремы с защитой от солнца. А на сегодня у нас все. Я надеюсь, видео было для вас полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии о темах наших следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok